Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшнее заседание военно-промышленной комиссии мы проводим на концерне «Алмаз-Антэ». И прежде чем приступить к вопросам повестки, хочу поздравить коллектив концерна, всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе с Днём Оружейника. Как вы знаете, сегодня мы в Москве открыли ещё и памятник Калашникову. Я хочу поблагодарить учёных, конструкторов, инженеров, рабочих, создающих качественное и надёжное вооружение и технику. Хочу поблагодарить их за ответственное, добросовестное отношение к делу. И желаю всем вам новых успехов в работе, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Уважаемые коллеги, сегодня мы рассмотрим комплекс вопросов, связанных с развитием системы вооружения армии и флота, а также с дальнейшим укреплением организации ОПК. Одной из приоритетных задач для конструкторских бюро, НИИ, оборонных предприятий остаётся разработка и выпуск перспективных образцов вооружения и техники, которые определят боевую мощь российской армии. При этом важно обеспечить технологическую независимость производства такой продукции от иностранных комплектующих. Вот уже третий год у нас реализуется план импортозамещения зарубежных узлов и компонентов в продукции военного назначения. Сегодня хотел бы услышать от вас, как выполняются промышленностью намеченные меры по импортозамещению. Другой важный вопрос повестки касается создания единой информационной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также результатов интеллектуальной деятельности и конструкторской документации на продукцию военного назначения. Как вы знаете, эти данные сейчас не систематизированы и находятся как у государственного заказчика, так и у главного исполнителя. Между тем, формирование такой базы, безусловно, повысит эффективность использования результатов НИОКР, интеллектуальной деятельности и технологий военного и двойного назначения, в том числе за счёт их внедрения в гражданских секторах производства. Кроме того, будут созданы благоприятные условия для инновационного развития и повышения конкурентоспособности ОПК. Напомню, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме товарной продукции должна к 2025 году вырасти с 16 до 30%. Отдельно хотел бы остановиться на вопросах модернизации организации ОПК. В мае этого года на совещании в Сочи был поднят вопрос о проведении анализа эффективности использования капитальных вложений и оценка их влияния на снижение себестоимости военной продукции, а также на сокращение длительности технологического цикла производства. Судя по отчёту о реализации государственной политики в области развития ОПК, которую ежегодно представляет правительство, техническое перевооружение позитивно влияет на экономические показатели организации оборонно-промышленного комплекса, повышает их возможности по изготовлению серийных и перспективных образцов вооружения и техники. В целом в оборонной промышленности достигнуты устойчивые темпы роста, превышающие аналогичные показатели многих других секторов экономики. Для справки могу сказать, объём продукции, произведённой ОПК в 2016 году, вырос на 10,7%. Рост объёмов производства по сравнению с 2015 годом отмечен во всех отраслях, практически во всех, особенно в радиоэлектронной промышленности – 18,5%, в промышленности боеприпасов спецхимии – 14,5%, в промышленности обычных вооружений – 10,5%, в авиапромышленности – 9%, в судостроительной отрасли – почти 4%. Что особенно радует, это то, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составляют 8,8%. При этом уровень заработной платы растёт темпами не выше роста производительности труда. Это хорошие показатели. Большинство интегрированных структур удерживали соотношение темпов роста производительности, как я сказал, и зарплаты на одного работника. Однако по уровню производительности труда наши предприятия пока ещё заметно уступают своим зарубежным конкурентам. Поэтому следует и дальше снижать себестоимость продукции за счёт внедрения ресурсосберегающих технологий, оптимизации мощности и закупочной деятельности других мероприятий. Прежде чем перейти к повестке, хотел бы обозначить ещё один вопрос. Мы уже не раз говорили о том, что нам нужна эффективная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, которая позволяла бы активно внедрять прорывные технологии, тем самым содействовать укреплению обороноспособности страны и обеспечению экономического роста. Такой структурой может стать новый современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как младых, так и уже состоявшихся исследователей. А в качестве кадровой базы могли бы быть использованы хорошо зарекомендовавшие себя научные роты, НИИ, КБ, госкорпорации и другие профильные организации. Министр обороны у меня уже докладывал о таких идеях. Я думаю, что это интересно, перспективно. Нужно подумать, как это реализовать. Давайте перейдём к запланированной работе.